Здравствуйте! В эфире программа «Технологии жилья». Ее ведущий Георгий Коптелин. Сегодня в выпуске. Когда все включено? Надо ли строить квартиры под ключ? Гармония технологий. В России появился первый активный дом. И одежда для стен. Зачем нам вентилируемые фасады? За последние 10-15 лет наш лексикон обогатился благодаря новым строительным материалам и технологиям. И теперь даже подростки знают, что такое гипсокартон, стеклопакеты или натяжные потолки. Думаю, что скоро в число общепонятных явлений войдут и так называемые вентилируемые фасады. Зачем надо проветривать стены и как это делается, выяснял наш спецкор Денис Коваленко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Порядка 20 лет назад. Не могу сказать, что это 7-мильные шаги, но тем не менее он все больше и больше приобретает свою популярность у нас в России. Как в частном строительстве, так и в строительстве высотных домов. Вентилируемый фасад – это слоеная сэндвич-панель. Материалы могут быть разными, но принцип один. Вот, например, утеплитель, закрытый с одной стороны листом алюминия, а с другой – фольгой. Но главное даже не то, какая сама по себе панель, а то, каким образом она крепится к зданию. Важно строго соблюдать технологию сборки, иначе от фасада не будет никакой пользы. Крепление ее происходит на подсистему, то есть крепится небольшой подпятничек, в горизонте прокладываются профили, и данные панели через язычок монтируются. Если представить эту панель так, то вот этот язычок, он крепится к обрешетке, следующая панель вставляется в него. Мы имеем замкнутое пространство с контролируемой вентиляцией. В этой вентиляции вся суть конструкции. Между стеной здания и фасадом должно оставаться пустое пространство, чтобы гулял воздух. В таком случае, говорят техническим языком, смещается точка росы, то есть влага не впитывается в стену, как обычно, а накапливается и стекает по внутренней поверхности фасада. Дом при этом становится не только теплее, но и долговечнее. Кстати, на сам фасад производители тоже дают довольно серьезную гарантию. Мы даем 30-летнюю гарантию. Он не потеряет свои теплофизические характеристики. Он не потрескается, не обшелушится, то есть не произойдет с ним никаких видоизменений. Стоит отметить, что облицовочный слой клеится на фасад еще на производстве. Поэтому важно заранее определиться, так скажем, во что будет одет ваш дом. Тем более, что вариантов много и по фактуре, и по цвету. Дизайнер Елена Мишина рассказывает, как работал, например, с одним из клиентов. Первое предложение было подобрать цвет фасада в тон крыши. Мы рисовали салатовый фасад и разбивали вставками. В конечном итоге заказчик выбрал все-таки другой цвет. И в результате он получил дом, пастель блау, вставками белая и серого цвета. В общем, как говорят эксперты, у вентилируемых фасадов России большое будущее. Уже сейчас есть примеры, когда такие панели использовались в программах капремонта в регионах. Правда, примеры единичные. Массовому применению мешает высокая цена. Стоимость начинается от 2,5 тысячи рублей за квадратный метр. И поднимается до 5 и более. Те работы, которые производятся по капитальному ремонту многоквартирных домов с участием средств фонда содействия реформирования ЖКХ, они укладываются в целом примерно в 2 тысячи рублей за квадратный метр. Впрочем, в фонде ЖКХ надеются, что со временем вентфасады в России будут более доступными. Как этого добиться, ни для кого не секрет. Дело за развитием конкуренции. Поговорка «нет худо без добра» вполне применима и к рынку недвижимости. Финансовый кризис снизил цены новостройки. Сегодня все чаще новое жилье продают с полной внутренней отделкой, а в отдельных случаях даже с кухнями или бытовой техникой. Как приобрести такие квартиры и надо ли это делать, выясняли наши коллеги из Омска. Чувствуете себя как дома, но не забывайте надеть бахилы. С этого обращения к гостям начинается презентация нового жилищного проекта. Название говорит само за себя. Просто начни жить. В подъезде еще идут отделочные работы, а в некоторых квартирах уже можно посмотреть телевизор, сидя на диване. Потенциальным покупателям предлагается жилье сразу с отделкой, мебелью и даже бытовой техникой. Все готово, ремонт сделан, довольно-таки неплохие отделочные материалы. Мебель тут даже дизайнерские разнообразия, можно выбрать, будем смотреть, прикидывать. Светлана Хандюк приобрела две квартиры, встроящемся в рамках проекта «Квартали» себе и сыну. Старую мебель отвезет на дачу, а здесь все будет как на картинке в каталоге для клиентов. Впрочем, индивидуальные пожелания при комплектации квартиры застройщик учитывает. Здесь будет кухня, хай-тек, красный металлик. Вот с этой стенки будет красное с черным, очень даже гармонировать. Через месяц 90 семей заселятся в первый дом жилого квартала. Всего на месте нынешней строительной площадки появится пять домов, четыре сотни квартир. Это будет первое в регионе жилье в формате «Все включено». В данном доме приобрели квартиры 10 ветеранов Великой Отечественной войны, молодые семьи, работники бюджетных организаций. Конечно, для Министерства строительства реализация данного проекта очень важна. Цена квадратного метра не ниже средней рыночной, но в сумме стоимость оказывается привлекательной для людей со средним достатком. Готовые для жизни однокомнатные квартиры в еще не построенном доме купили за 650 тысяч рублей. Правда, и размер площади тоже невелик – меньше 30 квадратов. Предлагается сэкономить только на одном моменте урезание площади квартир за счет неживых помещений, в частности, отсутствие коридоров, например, что, безусловно, снижает комфортность жилья. Несмотря на скептическое отношение специалистов, уже известно, дома такого типа должны стать серийными. Весной начнется строительство такого же квартала в другом конце города. Кроме того, застройщики ведут переговоры о строительстве подобного квартала и в соседнем Новосибирске. У нас в планах к середине 2012 года присутствовать минимум в пяти, может быть, даже десяти городах России и строить одновременно два-три квартала в городе Омске. Из запланированных в рамках проекта четырех сотен квартир не продано только четверть. По результатам исследования, проведенного самими застройщиками, девяти из десяти амичей понравилась идея заехать в полностью готовое жилье. Но вряд ли такая практика в ближайшие два года станет массовой. С января этого года в России вступил запрет на производство ламп накаливания мощностью 100 ватт и выше. Ограничения вводятся в соответствии с федеральным законом об энергосбережении и повышении энергоэффективности. Уже к 2014 году страна должна полностью отказаться от привычного освещения и перейти к использованию современных энергосберегающих ламп. Как показал опрос в ЦИОМ, примерно половина россиян поддерживает такое решение. В Приморье будет создан региональный фонд капремонта многоквартирных домов. По сообщению местной администрации, в настоящее время определяются механизмы его работы. Губернатор Приморского края дал поручение главам муниципальных образований и руководителям профильных департаментов направить свои предложения по этим вопросам. Эксперты рынка недвижимости прогнозируют, к концу 2011 года цены на жилье в Москве вернутся на докризисный уровень. Согласно ожиданиям риэлторов, столичные квартиры будут прибавлять в стоимости от 1 до 2% в месяц. Наибольший рост ожидается в сегменте эконом-класса – до 15%. Российские архитекторы разработали проект «Ковчега» – здание с автономной системой жизнеобеспечения. По задумке авторов, такое сооружение сможет использовать в своих целях не только энергию Земли и Солнца, но также силу ветра и даже торнадо. Но главное, ковчег сможет держаться на плаву в случае поднятия уровня Мирового океана. В получасе езды от Москвы у деревни Власово началось строительство первого в России активного дома. Что это за жилище и чем оно отличается от обычных, знали пока только датские архитекторы и специалисты по экосистемам. Ну а теперь в число посвященных включены и зрители программы «Технологии жилья». Вот он, дом последнего поколения. Такие уже есть в нескольких странах Европы, теперь будет и у нас. Уже к лету первый в России активный дом будет построен в ближайшем Подмосковье. А к осени заселен. Предполагается, что люди проживут здесь в порядке эксперимента целый год. На первый взгляд ничего необычного. Коробка каркасно-панельная. Но главное – начинка. Дом будет буквально нашпигован разного рода устройствами, которые сделают его живым. Те же окна обеспечивают естественную вентиляцию за счет сигналов, получаемых с метеостанции, которые отслеживают направление ветра, температуру на улице, температуру внутри комнат. Датчики отслеживают, опять-таки, качество воздуха, параметры такие, как влажность, уровень СО2. При потребности включается механическая вентиляция. Собственно, активный – это потому, что дом сам сможет вырабатывать энергию за счет теплонасосов и солнечных батарей. Отсюда, кстати, и особенности архитектуры. Вот, например, южная сторона жилья окажется практически полностью стеклянной. Современные технологии изготовления стекол позволяют использовать солнечную энергию для прогрева помещений. А также на крыше расположены световые коллекторы, которые аккумулируют солнечное тепло для подогрева воды. У активного дома довольно большая предыстория. Лучшие умы Европы задумались над энергоэффективностью жилья много лет назад, во время знаменитого нефтяного эмбарго 1973 года. Запад оказался на голодном энергетическом пайке, и там серьезно сразу задумались о том, чтобы уменьшить свою зависимость от энергоснабжения. И поскольку жилищный и коммунальный сектор съедают львиную долю, где-то от 40 до половины всей энергии, то, естественно, самое серьезное внимание обратили на энергоэффективность зданий и стали этим серьезно заниматься. Как результат, массовая застройка Европы в последние годы так называемыми пассивными домами, теми, которые мало потребляют энергии. Энергоэффективное жилье сейчас строят и в России, причем не только индивидуальные дома, но и многоквартирные, такие уже есть в Барнауле, Уфе, Белгороде. Активный дом – это новый термин. Он появился в Дании всего пару лет назад. Такое жилье, ко всему прочему, должно быть еще и сверхэкологичным, то есть оно не может находиться в городской среде. Предполагается, что жители таких домов будут тратить на коммуналку в 3-5 раз меньше обычного, а в перспективе смогут еще и продавать лишнюю энергию. Важно, чтобы государство поддерживало эту политику, чтобы изменялась нормативная база, чтобы такие энергоэффективные дома становились обязательными с одной стороны. А с другой стороны, это могут быть налоговые льготы для тех, кто производит экологически чистые материалы или энергосберегающие технологии. И все-таки сегодня активный дом – это эксперимент не столько для потребителей, сколько для бизнеса. Девелопер, который взялся за этот проект, пока сам не понимает, чего от него ждать. Будет ли такое жилье востребованным на рынке? Все же его себестоимость больше обычного на 20%. Да и при всей экономии на ЖКХ пока непонятно, во сколько обойдется обслуживание самой автоматики, которая обеспечивает эту экономию. На этом все. В студии был Георгий Коптелин. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова